Эфир телеканала Кубань 24 продолжает программа деловые факты в студии Кристина Пьяных. Здравствуйте. Футболки и платья на экспорт. Российские компании увеличили поставки одежды за рубеж. Сумма, которую заплатили иностранные покупатели за шорты, футболки и платья из нашей страны за пять месяцев уже перевалило за 7 миллиардов рублей. Об этом сообщает федеральная таможенная служба. В объеме поставки выросли еще больше на 63%. Больше всего зарубежных покупателей интересуют российские перчатки и варежки. Самыми активными стали страны СНГ, Белоруссия, Казахстан и Украина. Но наш текстиль заинтересовал и европейцев. Закупают одежду из России, к примеру, Польша, Франция, Великобритания и Швейцария. Смогут ли отечественные производители одеть не то чтобы всю Россию, а хотя бы Кубань? Мы сейчас просим у одного из них в студии Кубань-24 генеральный директор компании Viva Style Анна Мазур. Анна, здравствуйте. Какие у вас объемы производства и какую именно одежду вы шьете? Наши объемы производства позволяют выпускать до 40 тысяч изделий в месяц. Но все зависит от сложности изделий. То есть легкие изделия мы выпускаем около 40 тысяч. Если изделия сложнее, то соответственно объемы снижаются. Изделия сложнее это под заказ, как правило, да? Нет. Это и под собственным брендом одежда мы выпускаем. Они тоже достаточно сложные. Там сложный крой у нас очень часто бывает. Ну и под заказ, конечно. 40 тысяч изделий – ключевой вопрос. Для Кубани этого достаточно? Нет, конечно. Конечно нет. А изменился ли спрос на вашу продукцию после введения программы импортозамещения? Да, изменился. Стал выше? Да, спрос существенно увеличился. Мы это почувствовали. В связи с этим мы расширили производство. Если до импортозамещения у нас был один цех, и мы выпускали одежду только под своим брендом, то сейчас у нас несколько производств, и мы выпускаем еще и одежду под заказ разнообразную. Традиционно бизнесмены, которые занимаются производством в России, жалуются, что нет селья. Аграрии часто сетуют, что не хватает отечественных семян. В вашей отрасли ситуация такая же? У нас, наверное, еще даже хуже ситуация. В России практически нет производства ткани, фурнитуры. Вынуждены все закупать за границей. Китай, Турция и так далее. У нас это очень большая проблема. И, соответственно, хотелось бы расширяться, хотелось бы выпускать гораздо больше интересных изделий. Но не получается, потому что для того, чтобы отшить новое изделие, соответственно, мы должны делать заказ заранее, за несколько месяцев, чтобы нам поставили ткань, фурнитуру, чтобы все это скомплектовать. То есть вынуждены думать на полгода, а то и на год вперед. А что отечественное у вас есть все-таки из ткани? Или вообще ничего, Рома? Ничего. Ничего. Это существенно делает производство дороже? Или нет? Или это просто увеличивает путь изделия от эскиза до прилавка? Да. Во-первых, скорость у нас не та, как хотелось бы. Естественно, мы дольше работаем над изготовлением изделия. Мы не можем конкурировать с Китаем по скорости. Но также это влияет на заработок российского производителя, поскольку мы стараемся в цене выдерживать конкуренцию с тем же Китаем. У нас очень много заказчиков, которые раньше отшивались в Китае, сейчас они обращаются к нам на производство. Просто у нас заработок, скажем так, гораздо ниже, чем у китайцев. А цены одинаковые. Если сейчас на Кубани открывать бизнес по производству изделий из ткани, по производству одежды, это выгодно будет? И какие могут быть подводные камни? Как вы считаете? Один из подводных камней – это нехватка квалифицированных кадров. Это проблема даже больше, чем нехватка сырья. Не хватает швей, портных, не хватает квалифицированных технологов, конструкторов. То есть всех тех людей, на которых держится производство. Вот здесь реальная нехватка кадров, и ситуация с каждым годом не лучше. С каждым годом у нас больше дизайнеров становится. Они тоже нужны, конечно. Это очень хорошая профессия, но нехватка ощущается очень сильно. Спасибо большое за интервью. Я напомню, мы сегодня говорили о производстве одежды на Кубани, о том, как развивать такой бизнес в студии. Деловых фактов была Анна Мазур. Работа дневного информационного канала на Кубань-24 на этом завершена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова